По факту массового отравления боярышником возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленной чиновницы Иркутской области. Заметители министра имущественных отношений региона Евгению Нефёдову подозревают в халатности. Следователи считают, что Нефёдова заключила договор аренды киоска с предпринимателем и, несмотря на многочисленные нарушения продавцов, контракт не расторгло. Это привело к тому, что в декабре в павильоне был выставлен на продажу концентрат для ванн боярышник. В результате употребления жидкости не по назначению погибло 77 человек. Сегодня утром впервые за 10 дней число жертв не увеличилось. По данному делу было задержано 23 человека, а пострадали 123. В регионе действует режим ЧС, запрещена продажа всей непищевой спиртосодержащей продукции. Ну и трагедия в Иркутске привела к массовым инициативам, связанным с правилами реализации алкоголя. Заговорили о повышении возрастного ценза на покупку спиртного с 18 до 21 года. Уже 77 процентов россиян поддерживают эту идею. Об этом свидетельствуют данные опроса в ЦИОМ. Среди тех, кто за, в подавляющем случае женщины и люди средних лет и пенсионного возраста. Негативно воспринимают эту идею 17 процентов участников опроса. Если посмотреть данные по городам, то в миллионниках доля поддерживающих повышение цензы составляет 82 процента. Но вот интересно, что в Москве и Санкт-Петербурге за лишь 74.